приветствую всех на канале пока мой старый фрезер был в ремонте купил себе новую игрушку ведь работа не должна останавливать шоу маска он и так это вот такой фрезер или так или так или течь языками не владею не знаю как точно правильно называется на канале хардворд был уже обзор именно на вот такой фрезер но при всем моем глубоком уважении к михаилу обзор был только хвалебный ни одного минуса я там не услышал хотя они есть сейчас расскажу о своих впечатлениях от этого фрезера и проведу сравнение фрезером которыми я проработал уже больше десяти лет это интерскол так распаковываем естественно я его уже открывал в магазине проверял смотрим комплектацию штанги для параллельного упора и ключ вкладыш для цанги под восьмерочку и вот такая копировальная втулка копировальная втулка очень широкая под моей не подходит поэтому я сразу заказал себе у своего знакомого токаря вот такую маленькую непосредственно сам параллельный упор и фрезер да забыл документация гарантийник на 2 года стоимость я взял за 10 300 руководство по эксплуатации как я уже говорил будет сравнение по цене при сравнительно одинаковой мощности 1900 ватт 1800 ватт цена вот такого фрезера от шести с половиной до восьми с половиной тысяч цена вот такого от 10 до 13000 это в нашем регионе не знаю как в остальных теперь по комплектации что нам дает или ты это все вместе с тем интерскол за меньшие деньги предоставляет нам вот такой параллельный упор с дополнительной регулировкой приспособление для фрезерования по кругу в простонародье циркуль в роликах на канале вы могли видеть как я вырезаю окружности также в комплекте интерсколу идет еще и роликовый копир это для фрезеровки криволинейных поверхностей для работы с ним нужен достаточный опыт комплектации выяснили разберемся теперь сами что здесь провод два с половиной метра достаточно приятный на ощупь не знаю что это не резина не пластик что-то промежуточное пылеудаление ну такой же есть и в интерсколе рабочий ход фрезы 55 миллиметров у интерскола он 40 удобные ручки есть защита от несанкционированного пуска но кнопочка как-то шатается есть вот такая защита легко снимается легко устанавливается регулировка скорости на ручке тоже порадовала есть револьверный упор для ступенчатого фрезерования индикатор включения в принципе не знаю зачем он нужен есть микро подстройка но уж не знаю зачем они ее так выиграли это очень неудобно на мой взгляд чтобы его перевернуть произвести какие-то действия здесь по смене фрезы нам нужно искать край или какое-либо отверстие чтобы утопить эту микронастройку на фрезере микронастройка также присутствует но она никуда не выпирает теперь чтобы убрать кожух для пылеудаления необходимо открутить два вот этих винта на ней же крепится и копировальные втулки цанга цанга здесь хорошая правильной формы то есть зажимает хвостовик фрезы по всей площади также порадовало что здесь есть вот такая переходная втулка то есть чтобы нам перейти из хвостовика 12 на 8 необходимо просто вставить втулку и продолжать работу вставляя фрезы с восьмым хвостовиком на интерсколе для этого идет отдельная цанга то есть надо полностью выкрутить а потом уже вкручивать здесь все это проходит намного быстрее по моему это большой плюс убрали и работаем с 12 что прям очень не понравилось это люфт достаточно ощутимый люфт как говорил михаил люфт ей присутствует в любом фрезере но не сразу же с коробки это как было в квн чтобы вы не заморачивались что у вас сломалась машине первым уже на заводе подпилен ремень генератора также и здесь сразу из коробки люфт да у интерскола тоже есть люфт но он появился через полтора года активно использование здесь же он идет в базовой комплектации попробуем включить загорелась лампочка плавный пуск в принципе тоже есть и у интерскола но работает намного тише чем интерскол подсветка рабочей области в принципе функция хорошая но на мой взгляд брать лишнюю тысячу за эти две лампочки это излишне потому что в мастерской и так должно быть хорошее освещение а так со всеми этими лампочками фрезер похож на новогоднюю елку а не на рабочий инструмент еще один плюс в пользу элитек фрезер достаточно легкий по сравнению с интерсколом на это просто пушинка заявлено 4 и 3 итак подытожим комплектация элитек за 10 300 голый параллельный упор ключ копировальная втулка переходная втулка и непосредственно сам фрезер кожухом пылеотвода комплектация интерскол за 6 700 параллельный упор с регулировкой циркуль копировальная втулка роликовый упор для криволинейного фрезерования также присутствует на мой взгляд удобная линеечка также с микро подстройкой линейка элитек как говорится ловите сами дабы не возникало вопроса во что же ты сдал свою интерсколу ремонт электронная начинка начал набирать обороты скачками но полетела на через пять лет активного использования посмотрим как будет вести себя элитек пробуем со втулкой под цангу восьмерочку держит немного поработал что могу сказать крайне неудобное расположение рычага фиксации штанг я не могу захватить его пальцем чтобы мне его нажать мне надо отпустить ручку завести палец сюда и только потом он работает еще слабые пружины он начинает весь дребезжать ну и последнее это сугубо личное мнение не покидающие ощущение его ненадежности я думаю мужики меня поймут это как после калаша взять в руки пневматику надеюсь ролик был полезный ну и как пелось в одном небезызвестном фильме думайте сами решайте сами иметь или не иметь ну а я жду ваших оценок комментариев обязательно подписывайтесь на канал всем добра